Вот эта перламутровая красота у меня в руке, это винный камень. О нем сегодня мы с вами и подведем речь. Что это такое, при каких условиях он выпадает, и насколько он опасен, либо не опасен для человека. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. С винным камнем связано много различных легенд и мифов. И под моими предыдущими роликами было много комментариев, что ай-яй-яй, винный камень, это прямо очень страшно. Он в почках наших осядет, еще где-то осядет. Именно из-за винного камня вот там цари и короли болели. Не потому, что время такое было, не потому, что медицина такая была, не потому, что они были неумерены вообще. Во всем, да, не только в питье, но и в еде. Тем не менее, вот винный камень виноват во всем. Давайте разберемся, что же это такое. И здесь стоит у нас банка сока виноградного. Вот потом кое-что вам покажу. Впрочем, вначале вы уже видели, что же там. Итак, что такое винный камень? Это калиевый соль, винной кислоты. А калий у нас присутствует в вине и в соке. Винная кислота у нас присутствует в вине и в соке. В определенный момент эти элементы соединяются между собой и выпадают в осадок. Вот так у нас получается, выпадает винный камень. Очень важное условие его выпадения – это низкие температуры. Если вы слышали такой термин, как криостабилизация, то вот как раз таки криостабилизация и направлена на выпадение винного камня. Конечно, со временем, при длительном течении времени, он может выпадать без понижения температуры. Но тогда, когда калия очень много и винной кислоты тоже очень много. Это вопрос химии. Когда раствор пересыщен, то есть веществ там слишком много, тогда он может выпадать. И часто бывает, когда мы делаем белые вина, например, их делаем по красному способу, с брожением на мезги, и буквально снимаем с мезги и видим, что песочек какой-то. Вот это тоже винный камень. Он может выпадать еще на этом моменте, но вообще чаще всего он выпадает при низких температурах. Оптимально до минус 4, когда мы вино охлаждаем, вот тогда этот самый камень и выпадает. Может ли он не выпадать? Да, может. Как я уже сказала, его выпадение зависит от того, какое содержание винной кислоты и калия есть в нашем сусли. Если вы делаете вино с водой, а вы там все на свете разбавили, то винного камня у вас может и не выпасть. Также по наблюдениям, меньше винного камня выпадает в светлых винах белых, чем в красных. То есть вот что такое винный камень. Ну а теперь поговорим, насколько вот он страшен, да. На самом деле связь с камнями в почках и винный камень – это слово «камень». Причем винный камень – это абсолютно просто народное название. И стоит банка сока, я ее уже приоткрыла. Причем, смотрите, это сок из столовых сортов винограда. Вот этот сок стоял в подвале. Вот сейчас мы его нальем в кувшин и посмотрим, что на дне. Наливаем, наливаем, наливаем. Там у нас мякоть. А теперь смотрите, что у нас осталось в банке. Сейчас мы достанем. Винный камень во всей своей красе. Я сейчас ополосну, покажу вам его более красиво. Ну вот смотрите, какие у нас красивые, интересные кристаллики. Иногда бывает он срастается и прям такие вот получаются фигурки. Целое произведение искусства, можно сказать. Но этот, видите, к сожалению, разломался. Ну вот какой он может быть красивый. И как вы видели, вот эту красоту я допула откуда? Из обычного виноградного сока. Но мы не слышим поголовно, что ай-яй-яй. Виноградный сок пить вредно. У нас появятся камни в почках. Камни в почках. И именно камни объединяют только одно. Слово камень. И не более того. Мы не будем сейчас вдаваться в медицинские подробности. Но происхождение камней в почках это совершенно другой класс химических веществ. И причины в этом другие. Более того, вот этот самый винный камень. Калиевая соль винной кислоты. Он используется в кондитерке. Безе, белки, вот это вот все. При добавлении винного камня оно становится более воздушным. Поэтому используется и продается в аптеках как мочегонное средство. Так что не так страшен винный камень, как его малюют. Всегда ли он должен выпадать в вине? Смотрите, вот выпадение винного камня, оно приводит к стабилизации вина. То есть если мы закладываем вино надолго на хранение, причем в прохладе, то он будет выпадать. Есть на самом деле химические вещества, которые это стабилизируют. В промышленности они используются, но в домашних условиях нам нет необходимости это делать. То есть в принципе, если у нас винный камень не выпал в нашем вине, ничего страшного, но винный камень, это, точнее его выпадение, один из методов снижения кислоты. И вот тот, кто боится кислоты в вине, то даем вашему вину пройти вот этот этап, даем ему охладиться, даем возможность, чтобы винный камень выпал. Единственное, буквально там, видео 2 назад, мы с вами говорили о том, что когда вино отбродило, не надо его тут же спешить выносить на холод, надо, чтобы прошло еще яблочно-молочное брожение, бывает еще скрытое спиртовое брожение, поэтому мы ждем, когда уже мы точно убедились, что все, все прошло, да. В таком случае мы по возможности перемещаем на холод, еще раз повторяю, потому что очень часто вопрос, какая же температура до минус 4. И если она ниже, то вино уже может замерзнуть, и это плохо. Вот до минус 4, пожалуйста, охлаждаем в течение примерно 70 дней. При такой температуре винный камень уже практически полностью выпадает. Кстати, опять же касаясь немножко вопросов почек, у винодиалов существует такое мнение, что с винного камня, вот мы когда вино охладили, он выпал надо снимать довольно быстро, потому что если вино нагреется, он может раствориться обратно. Ну на самом деле вино там быстро не нагреется, это надо, чтобы оно там постояло несколько часов при теплой температуре. Но действительно, да, при повышении температуры часть винного камня может растворяться. Напоминаю, температуру человеческого организма 36,6, да, там все растворится. И еще раз, для чего нам нужно выпадение винного камня? Это снижение уровня кислоты. Но опять же, смотрите, если вам это не надо, да, то вы можете не выносить на холод. Если вы хотите сейчас ваше вино выпить, пожалуйста. Но вот касательно молодых вин, вот еще там урожая этого года, до Нового года, всегда ли стоит их пить? Не всегда. И абсолютно не по причине винного камня. Много раз мы с вами говорили, что вино – это такой сложный, уникальный продукт. Ему надо время на то, чтобы сформироваться, чтобы вырасти, грубо говоря, да, чтобы повзрослеть и дать вам самое лучшее. Вот пока оно совсем молодое, но грубо и не оттесанное, там перекосы по кислоте, там перекосы по тонинам, там перекосы по ароматике, по всему остальному. Поэтому пить молодое вино не всегда желательно. Только потому, что вы не получите то наслаждение, которое вы можете получить. Вместе с тем, например, вина из ароматных сортов, вот они не особо долго живут, вот их можно пить молодыми. Вина из малокислых сортов, пожалуйста, тоже можно пить молодыми. Это уже, ну и в принципе, когда пить вино, решать вам. Единственный момент, я вам оговорила, что если мы проявляем терпение, проявляем выдержку, вино проходит все свои этапы, там начинается превращение ароматов, да, и мы получаем классно, мы получаем суперпродукт, которым наслаждаемся. Ну, если мы поторопились, то, грубо говоря, мы вот как недопечный хлеб, да, или там на уровне теста скушали, нам вроде вкусно, ну, на самом деле, бывает тесто вкусное. Но не то наслаждение получили, которое могли бы получить. Это что касается потребления молодого вина. Еще смотрите, вот мы с вами поговорили, что винный камень – это калиевая соль винной кислоты. Бывает еще выпадает кальций, а соль винной кислоты. Вот. Она не подвержена влиянием температур. И может выпадать при абсолютно любой температуре. И выпадает долго. А как это выглядит у вас на вине, вот особенно это видно на темных винах, вдруг появляются блестки, как будто вот женские тени для глаз. Кто-то вот взял и посыпал сверху. Прямо такое вот будет. Не надо этого пугаться, потому что часто задают вопросы. Я даже снимала отдельный ролик, но не все его смотрят, да, и периодически, где-то к февралю начнется. А что мне делать? Что с моим вином? Оно испортилось? Нет, оно не испортилось. Это выпадает кальциевая соль. Просто подождать. Она не подвержена температуре, но она со временем выпадет. Поэтому проявляем терпение. Либо, ну, в принципе, если вам это не мешает зрительно, то тоже можно употреблять. Ничего абсолютно страшного в этом нет. Ну, также, если вдруг винный камень в вашем вине не выпал, тоже не надо бить тревогу, что ай-яй-яй, у меня не как у всех. Повторю, что в зависимости от того, сколько содержится кислот, сколько содержится калий, и будет происходить, либо не происходить процесс. Поэтому, ну, выпадет хорошо, не выпадет тоже хорошо. Еще такой момент, это, конечно, довольно редко встречается среди начинающих виноделов, но тем не менее, может быть. Если вы понимаете, что в вашей вине вот прям кислоты достаточно, вот не надо ее уменьшать, то в таком случае нам выпадение винного камня нежелательно, потому что кислота унесется еще. Нам бы хотелось ее сохранить, а в таком случае мы не стараемся сделать так, чтобы она выпала. А храним при градусах 10-15 наше вино, да, и, ну, конечно, там могут быть какие-то небольшие процессы, да, какое-то небольшое выпадение винного камня может быть, но не такое интенсивное, как если бы это было на холоде. То есть тут, опять же, вы должны четко понимать, что вы хотите получить в итоге, и тогда вы решаете, нужен вам этот процесс, либо не нужен. То есть, опять же, выпадение винного камня в вине нужно не всегда. Тут вы уже сами смотрите по вашим винам и по вашим вкусам. И да, еще раз напоминаю, что не спешите выносить вино на холод, дайте ему еще немножко завершить все этапы брожения, и уже тогда можно будет перемещать. Про эти этапы брожения есть один ролик, и ссылку под этим видео я вам оставлю. Надеюсь, вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку счет, ссылка на другие полезные видео, да, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!